Здравствуйте, с Вами снова Фантом. Серия заметки о магнитостатике. Во вступительном видео я говорю, что хочу построить свои ролики отлично от роликов многих авторов на тему магнитных двигателей, которые показывают нечто вращающееся, без малейших попыток что-либо объяснить или показать результаты каких-либо измерений. Так вот, настала пора ответить за свои слова и начнем мы с создания измерительных комплексов. Без возможности измерить и визуализировать параметры взаимодействия постоянных магнитов, работа по изучению магнитостатики будет иметь весьма немного смысла и будет сродни блужданию в ночном лесу. Мне представляется, что для осознанного движения вперед нам необходимо создать три системы измерения. Первое. Систему измерения детальной визуализации для напряженности магнитных полей. Второе. Систему измерения силовых параметров линейного взаимодействия магнитов. И третье. Измерительный комплекс динамических параметров вращения ротора, потому что магнитный двигатель в конце концов является системой вращения. Начнем по порядку. Вы когда-нибудь видели, как выглядит магнитное поле? В деталях в виде изображения высокого разрешения? Нет? Вот я тоже раньше никогда не видел. Да и в интернете что-то не находится подобных материалов. Можно найти результаты математического моделирования, распределения магнитных полей. Но насколько они близки к реальности, большой вопрос. Потому что нет объективных средств проверки. Итак, детальная визуализация магнитных полей. Для эффектного построения магнитных систем нам необходимо видеть, как именно располагаются магнитные поля магнитов или комбинации магнитов. Неплохо также иметь данные измерения о напряженности магнитного поля в каждой точке и зоне просмотра. Все это представляется совершенно необходимым для осознанного подхода к построению магнитных систем. Да и вообще, это в принципе весьма интересно. Наконец-то получить возможность в деталях посмотреть, как именно выглядит картина распределения напряженности магнитного поля. Тема визуализации магнитных полей давно меня интересовала. Думаю, что ей одной можно заниматься на протяжении десятка роликов. Материалов на это хватит однозначно. Обращаюсь к моим зрителям. Насколько детально стоит освещать эту тему в следующих роликах, буду признателен узнать из вашего голосования по ссылке, размещенной внизу этого видео. Повторюсь, материалов по параметрам магнитных полей и различных магнитов накопилось столько, что их хватит на несколько роликов. А для темы магнитных двигателей система визуализации это всего лишь необходимый измерительный инструмент. Продолжим. Какие методы визуализации магнитных полей существуют в настоящее время? Старый и самый простой, с помощью магнитной стрелки и конкурса. Стоящий на дворе 21 век проявляется только в том, что появились варианты с большим количеством стрелок. Метод позволяет грубо визуализировать направление на полюса магнитного поля. Больше подходит для демонстрации на школьных уроках. Следующий. Самый популярный в школьных учебниках и во многих видеороликах железные опилки. Вариантов тут много. Либо сухие на гладкой поверхности, либо в вязкой жидкости. В магнитном поле формируются цепочки из индивидуальных железных частичек, которые почему-то совершенно необоснованно называют магнитными силовыми линиями. Метод позволяет качественно оценить напряженность магнитного поля в конкретных областях. Следующий. Магнитная жидкость. Наночастицы ферромагнетика взвешены в вязкой жидкости. Помещенное в магнитное поле ферромагнитная жидкость формирует на поверхности замысловатые объемные фигуры. Никакого другого использования, кроме как чисто эстетического удовольствия, не просматривается. И, наконец, магнитная пленка. Нанокапсулы ферромагнетика в жидкой среде между слоями полимерной пленки. Капсулы могут поворачиваться по действию магнитного поля и либо отражают свет, либо пропускают его и становится видна черная подложка. Из доступных, это, пожалуй, самый совершенный метод визуализации. Он позволяет неплохо видеть границы зон различной напряженности магнитного поля. Однако он является, по сути, бинарным. То есть капсулы либо полностью поворачиваются, либо не поворачиваются. Соответственно, метод позволяет визуализировать только резкие перепады напряженности магнитного поля. Пожалуй, это все методы визуализации, которые мне удалось найти. Желание сделать систему нормальной визуализации появилось у меня достаточно давно. Вскоре после этого удалось придумать метод, как это можно реализовать. Но за другими делами как-то не находилось времени, чтобы воплотить все в конструкцию. И вот, когда ситуация вынудила приостановить иные проекты, появилась возможность превратить идею в работающую систему. Не было бы счастья, да несчастья помогло. В качестве измерительного датчика мной был выбран сенсор на основе эффекта холла. Коротко напомним принцип его работы. Если мы возьмем пластину из металла и к двум ее противоположным границам подключим источник тока и далее поместим пластину в магнитное поле так, что вектор напряженности магнитного поля будет перпендикулярен поверхности пластины, то на двух свободных крайних пластин возникнет электрический потенциал в пропорциональной напряженности магнитного поля. Этот эффект чисто внешне похож на опыт по отклонению магнитным полем пучка электронов в вакууме, которые нам демонстрировали в школе. К достоинству сенсора на эффекте холла относятся малые размеры, небольшой употребляемый ток, сравнительно высокое быстродействие и совместимость по уровню выходного сигнала с большинством микроконтроллеров. К недостаткам можно отнести зависимость измеряемого значения напряженности от угла между вектором магнитного поля и плоскостью крестового датчика и некоторую температурную нестабильность. Впрочем, если помнить об этих особенностях, все нежнательные моменты можно нивелировать конструктивными решениями системы датчиков или компьютерной обработкой результатов измерения. Рассмотрим блок-схему измерительного комплекса. Измерительная система построена на базе микроконтроллера STM32 для ввода значений напряженности магнитного поля используется встроенный АЦП микроконтроллер. Контроллер соединен с компьютером через последовательный интерфейс, по которому данные измерения напряженности передаются до последующей обработки. Что же можно получить в результате использования данного комплекса? Давайте посмотрим. Вот, например, зависимость напряженности магнитного поля от времени при прохождении блока сенсоров над полюсом кубического неодиумного магнита размером 10 на 10 на 10 миллиметров. А теперь добавим график поля при прохождении сенсора над боковой гранью этого же магнита. Зеленая кривая. Однако одномерной карты напряженности оказалось недостаточно для нормального анализа. Хотелось понять, как распределяется напряженность по плоскости, то есть в двумерном пространстве. В результате к комплексу добавился блок позиционирования сенсора. Блок позиционирования построен на базе двух шагов двигателей и контроллеров управления. Он тоже соединен с компьютером через последовательный интерфейс. Обеспечивает позиционированный сенсор в нужную точку поля сканирования с ошибкой по расстоянию порядка 50 микрон. Блок сенсора состоит теперь из трех датчиков хола, расположенных в трех ортогональных плоскостях. В результате мы можем измерять напряженность магнитного поля, вектор которого приходит с любого направления. Некоторая сложность возникает только в алгоритме обработки этих данных, но об этом поговорим позже. Компьютерная программа осуществляет прием и первичную фильтрацию входящих данных, а затем отображает их, кодируя значение напряженности магнитного поля в каждой точке оттенком цвета и располагая их на поле изображения согласно точным координатам каждой точки. Давайте посмотрим, что может описанный измерительный комплекс. Комплекс позволяет получить карту распределения значений напряженности магнитного поля в плоскости с линейным разрешением 0,1 мм и шагом по напряженности магнитного поля от 0,16 гаусса с менее чувствительным комплектом сенсоров до 0,04 гаусса с более чувствительным комплектом сенсоров. Максимальный размер области сканирования составляет 150 на 150 мм. Так давайте же посмотрим, каким данный комплекс позволяет увидеть то самое магнитное поле. Возьмем кубический магнит 10 на 10 на 10 мм. Включаем программу. Субтитры создавал DimaTorzok А теперь отобрази этот скан в формате псевдо 3D. Это, естественно, не форма поля. Поле не имеет формы. Просто для удобства визуализации дополнительно к цвету значение напряженности будет отображаться в виде виртуальной высоты точки над плоскостью. А теперь давайте посмотрим тот же самый скан, но экваториальной поверхности магнита. Субтитры создавал DimaTorzok Разумеется, в ролике показана всего лишь небольшая часть информации, которую мне удалось получить в результате сканирования различных магнитов. Однако, чтобы не затягивать изложение, давайте остановимся на этом и посмотрим на результат голосования. Повторяю, ссылка на голосование размещена внизу этого ролика. Смотрите продолжение в следующих видео. Благодарю вас за внимание. С вами был Фантом.